добрый день я приветствую всех на моем канале и сегодня у нас прогноз для знака овна на июль месяц июль время второго полугодия летнего периода можно сказать лето в разгаре и сейчас месяц начнется с того что именно соединиться солнышко и планета меркурий в десятом градусе рака который наделяет склонностью к интуиции куму в сочетании с твердостью и своего характера и тогда вся природа ума может быть очень быть в положительных градусах для человека дорогие мои овны и этот месяц июля будет характерен тем что будут менять узлы свое расположение кармическое значение той деятельности на которую нужно будет обратить внимание и это также период когда включает ретроградное движение планета венера когда возвращаются дела те которые и люди в том числе которые были в нашей прошлой жизни те задачи возможно которые нужно будет разрешать но об этом обо всем по порядку и так в первых числах июля характерна будет ситуация для каких-то мозговых процессов так как солнце соединяясь вместе с меркурием добавит остроту ума добавить силу ума для того чтобы принимать какие-то решения ведь уже 3 июля июля будет полнолуние в вашем десятом доме а это цели и задачи цели и достижения те которые вы перед собой ставите и это ясность понимания как лучше реализовать свои цели как лучше поступать вашей жизни для того чтобы работа и профессиональная деятельность карьера была на высшем уровне и здесь может быть вероятные события когда возможно вы захотите сменить свою деятельность возможно ясность придет в том что смену бизнеса сделать апгрейд какой-то либо здесь совершенно высветится новый ваш статус который дает вам возможно личные решения когда вы принимаете решение либо вступить в брак либо развестись а здесь могут быть смена статуса также еще связанное с родительством когда у вас появляются дети рождаются вы становитесь родителями и это очень положительный период времени для того чтобы принимать решение те которые возникают именно по достижению своих карьерных целей для работы для своей репутации для того чтобы включить благоприятное русло все то что перед вами на нынешнем периоде раскрывает судьба 11 июля марс планета движения планета активности которая не терпит в общем-то тишины она входит в шестой дом гороскопа шестой дом работы обязанности это решение также всех задач которые возникают у вас снова на вашей дороге это решение проблем которые могут возникнуть и здесь может быть в шестом доме проиграется именно важность работы работы будет возможно много активно нужно будет принимать какие-то решения для того чтобы это для вас было положительно и здесь в отрицательном аспекте марс может быть также конфликтной планеты когда может дать какой-то рабочий конфликт на работе или же когда нужно будет обратить внимание на свое здоровье когда лучше включить активный образ деятельности на здоровье обратить внимание через спортивную деятельность через возможно систему питания включить какие-то приоритеты как вам лучше питаться что лучше на этот момент времени для вас будет очень положительным и здесь возможно также когда марс в шестом доме еще может проиграться когда возможно нужно обратить внимание на какие-то плановые операции он может дать марс находясь шестом доме именно какие-то операции которые нужно необходимо сделать но возможно это может и зубами связано а возможно это может быть и какие-то ушибы ожоги порезы поэтому здесь нужно быть очень аккуратными в этот период времени так как марс это очень активная планета и лучше конечно же ее прорабатывать через активную деятельность и 12 июля планета меркурий входит ваш пятый дом гороскопа а это коммуникации вместе с новостными блоками по меркурию здесь пятый дом это возможно много этих новых коммуникаций знакомств которые связаны как с личными отношениями здесь может быть в приоритете любовь отношения пятый дом то что вам приносит радость хобби и также здесь меркурий может дать вам обучение онлайн обучение или общение новые друзья знакомства интернетные когда дают вам какие-то новостные блоки и здесь возможно еще также тема когда проигрывается важное необходимое решение принять для детей помочь им с выбором каких-то возможно школ каких-то вузов заведений по меркурию возможно они будут нуждаться в вашем совете и нужно понимать что здесь еще меркурий 10 июля будет иметь оппозицию на плутон поэтому здесь могут быть именно глобальные социальные даже какие-то проекты и задачи которые требуют своего решения а так как марс войдя в шестой дом своего положения гороскопа он входит в знак девы а это возможно очень много каких-то необходимых решений задач которые нужно будет решать в этот период времени и здесь нужно будет еще обратить внимание что меркурий будет делать транзит знаки льва а это активное положение это когда мозговая деятельность требует проявления чтобы нас заметили по льву и здесь очень благоприятно возможно проявить себе свой талант свою харизму поговорить пообщаться знакомство все это очень может быть актуально 17 июля новолуние будет вашем четвертом доме гороскопа и это место жительства где вы живете это дома семья с которыми вы вместе проживаете возможно новолуние высветит какие-то новые позиции когда может быть появляется новый член у вас семье и знакомства какие-то возможные происходят здесь новолуние будет знаки рака в двадцать пятом градусе что может предполагать что рак это семейный знак и он говорит о том что возможно какие-то даже семейные мероприятия будут у вас происходить в этот период времени важность их решения и здесь возможно когда вы будете решать вопросы недвижимости жилья документов оформления по этой недвижимости и возможно даже покупки для дома здесь могут быть очень актуальными и важная тема июльского периода в периода проявления это когда кармические узлы меняют свое положение а это 18 июля когда раху и кету меняет положение на целых полтора года до двенадцатого января две тысячи двадцать пятого года и здесь овен будет важная важная часть знака для вас здесь проявляется вхождение вовен именно планеты раху а кету южный узел входит ваши 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 сейчас скажу здесь у вас важность проявления первого и седьмого дома и это о чем может быть для вас означать что важность будет проявление именно вашей индивидуальности в вашей личности активное при проявление так как раху будет вовне вашем знаке и прошлый раз 18 лет это положение было назад когда был 2005 2006 год и тогда было такое же положение и если вы позволите себе вспомнить какие события на тот период проходили и когда именно знаки меняли свое положение то может быть это вам будет подсказкой как узлы раху и кету смогут проиграться в вашем положении вашим вашей натальной карте ведь сейчас это положение будет актуально до января дуэн с января прошлое прошлые узлы были с января по июль вот двадцать третьего года а сейчас это с июля по январь 2005 год будет очень важным и здесь возможно когда вашей жизни очень важно будет обратить внимание на ваше тело на ваш имидж на ваши какие-то личные качества которые вам дают имидж также это включится ось 17 где отношения в станут очень важными и нужными для вас и здесь вы будете принимать все какие-то верные решения и кто-то возможно захочет жениться предложить руку и сердце своей избранницы а кто-то возможно просто будет улучшать свои отношения для того чтобы эта позиция давала комфортная комфортную ситуацию проигрывания у вас карте вашей натальной и следующий важный аспект по июлю месяцу это когда венера включает свою ретроградное движение и здесь это положение будет актуально до 4 сентября и проигрываться будет по пятому дому вашего гороскопа а это семья которая проигрывается через положение детей через любовь через радость через отношения и возможно какие-то прошлые задачи которые нужно будет помочь решить детям своим возможно какие-то прошлые отношения придут вашу жизнь возможно если вы имеете сейчас второй брак то возможно первый брак мужчины или женщины из вашей жизни даст о себе знать и там нужно будет возможно какие-то важные дела решать возможно совместные мероприятия ваших детей когда все-таки папа и мама очень важны для каждого ребенка и нужно будет принимать в этом участие здесь по ретроградности венеры нужно самое главное помнить что не стоит расписываться и не стоит делать какие-то операции красоты они могут проиграться в минусе это здесь как предупреждение но в плюсе здесь может проиграться когда возможно бизнесе придут какие-то денежные по венере долги которые вам кто-то должен был бы был вам их возвратить а сейчас этот долг придет к вам и здесь очень важно возможно обратить внимание на свою свою личную ситуацию насколько много радости в вашей жизни и если ее не так много позвольте ей быть вашей жизни ведь летнее время этому благоприятствует сделайте некоторую переоценку апгрейд себя позвольте себе красивому войти в вашу жизнь и возможно в этот период по ретроградности венеры и не очень то будет какое-то комфортное состояние потому что в ретроградное положение ситуация не всегда положительное но тем не менее проявляйте эту любовь к себе ведь 24 июля солнышко войдет в этот же пятый дом гороскопа там же и где будет находиться венера а это очень очень благоприятное положение для того чтобы решать и свои личные отношения возможно это хобби возможно путешествие возможно вы захотите в отпуск пойти что очень даже благоприятно и двадцать 9 июля планета меркурий войдет в шестой дом гороскопа там же где у вас находится марс и возможно здесь меркурий увеличит какие-то встречи какую-то переписку какие-то собеседования которые очень важны для вашей работы и здесь возможно когда также нужно будет обратить внимание на свое здоровье и возможно пройти обследование анализы и фокус сделать именно на том чтобы ваше здоровье было комфортным приносило вам удовольствие позвольте себе перед передохнуть сделать этот отпуск путешествие вместе с людьми которые для вас очень дороги в целом целый месяц будет фокус на важных ценностей по пятому дому и важный фокус именно когда раху и кету будут менять свое положение когда ось будет включаться 17 это ваши личные амбиции имидж когда вы возможно захотите себя очень сильно поменять во внешности как минимум как максимум это могут быть ваши профессиональные качества это могут быть партнерские так также отношения и здесь меркурий будет делать транзит по знаку девы а девы это знак когда очень щепетильно подходит ко всем задачам которые возникают в этот период времени обращать внимание на то что также соединение меркурия с черной луной будет 23 июля наблюдаться поэтому возможно те мысли и те возможные какие-то общения которые будут проходить они возможно будут вас как будто проверять насколько вы захотите проигрывать свои свое житье и бытие в положительном ключе и вот меркурий он может конечно же подавать какие-то возможно приукрашенные задачи возможно какие-то даже которые могут вас увести с вашего пути будьте внимательны с 23 июля когда именно меркурий будет соединение с черной луной лилит если вам будет интересно как же ваша лилит проигрывается вашей карте по знаку зодиака в моем плейлисте можете найти информацию как черная луна у вас проигрывается в карте если вы знаете ее положение натальное у себя в карте и как с этим в общем-то бороться и быть начеку и сделать себе в помощи все то что может преподнести вам черная луна какие она вам дает сюрпризы некоторые грабли на которые не стоит обращать внимание или возможно просто не оступиться позволить себе быть предупрежденным загляните в плейлист по знакам зодиака благодарю вас всех за за внимание благодарю вас всех за обратную связь за новые подписки это очень продвигает контент канала будьте в курсе всего что происходит на небосклоне для того чтобы это вам сделала положительную роль дорогие мои овны и пусть это будет вам все во благо благодарю всех благ